Привет, мои хорошие! Знаю, что многим на моем канале интересные всякие разные распаковки. Очень много посылок, на самом деле, просто случайным образом они почему-то пришли ко мне все в один день, ну почти, кроме, по-моему, Олеси Мустаевой, распаковала и даже кое-что попробовала. Так что, если вам нравятся такие видео, пожалуйста, ставьте мне пальчик вверх и пишите мне об этом внизу под этим роликом. Этот ролик вообще не запланирован, поэтому я прошу прощения за свой видок. Я сегодня 7 часов простояла в пробках в Москве. Первое, что у меня здесь есть, это Олеси Мустаевой. Я хотела вам похвастаться их новой продукцией, совершенно новиночка, а именно тоник для лица антистресс, которым я сейчас пользуюсь каждый день перед нанесением крема или сыворотки. Кстати говоря, сыворотка от Олеси Мустаевой у меня тоже есть, это новинка, буквально недавно также она вышла, у нее есть отдельная серия, она иная называется. Единственное, что сыворотка очень странно пахнет, ну серьезно, прям, ну очень странно. Олеси Мустаевой это исключительно натуральная косметика, то есть прям эко-эко-эко. Просто потрясающий тоник, который реально тонизирует лицо, от которого лицо просто, смотрите, светится. Хотя я говорю, 7 часов я простояла сегодня в пробках. Целая кучка вот таких вот классных санитайзеров, таких маленьких, удобненьких, которые можно положить в сумочку. В общем, это вот такие вот штучки, которые вы нажимаете, вот, такие мелкодисперсные, при этом при всем убивают бактерии. И от Олеси Мустаевой у меня есть вот такой вот шампунь, бессульфатный, мягкое очищение. Я вновь вернулась к бессульфатным шампуням, испортив себе кожу головы в очередной раз с сульфатными шампунями. Потому что, вы помните, я сказала, типа, вот, я перестала обращать на это внимание. Короче, в очередной раз я убедилась, что мне они не подходят, и теперь мой уход, опять же, за головой, за волосами, это только исключительно натуральный уход. В общем, все, я больше экспериментировать не буду. Шампунь классный, не сушит голову, не сушит волосы. Естественно, после любого шампуня я наношу еще и кондиционер. Так, давайте откроем For Fresh. For Fresh постоянно кладет какие-то подарки при заказе. У меня тут смесь зерновая Wild Mix. Это полба, греча, перловка и паприка. Обалденно. То есть, гарнир готов, как бы просто сварите и все. Вот. И здесь тоже такой перекус, фрустики, легкий перекус. Это малина. Вот. Трам-пам-пам. Тут всего две штучки классные, вонючки, которые действительно пахнут, которые действительно прям дарят очень такой не бедный, не дешевый аромат. Они, как бы, в принципе, дешево не стоят. За, там, 200-300 рублей. Это действительно будет запах туалетного освежителя. И, как бы, и хорошо, что если вообще он будет, этот запах, потому что, как правило, такие диффузоры, они вообще почти не пахнут. Но просто самое главное, чтобы, опять же, чтобы не просто запах был приятный, да, а чтобы он как-то держался. Здесь, смотрите, здесь вот такая вот красивая бутылочка, крышечка. То есть, здесь вот вы открываете, делаете вот так вот красивенько, и, собственно, здесь такие бамбуковые палочки вы вставляете, и, в общем-то, она вот так вот. То есть, в зависимости от того, сколько палочек вы вставили, настолько, как бы, сильно оно будет пахнуть интенсивно. Три-четыре палочки ставлю, если пахнет, то это хорошая вонючка. Если ставлю много, и она не пахнет, ну, в общем, тут понятно. Вторая точно так же выглядит, только желтенькая. Здесь уже аромат бурбон и асмантус. Здесь у нас термальная вода по 200 миллилитров, то есть, это довольно большой объем. Так, не буду томить мамочек с детскими вещами. Здесь я заказала, у меня в последнее время Соня что-то увлеклась этим Бубой, и у нее все с этим Бубой. Здесь вот огромное количество наклеек, то есть, такая целая книжка с наклейками из Бубы. Задание, сложнее, найди, посчитай все наклейки с доброй и умной мышкой Лулой. То есть, здесь вот, видите, даже какие-то задания. Занимательные головоломки. Здесь тоже есть наклейки, есть вот всякие там раскрашивать надо, и вот такие вот всякие головоломки. Круто, когда ребенок сам это хочет, потому что на книжке, например, нарисован какой-то ее любимый герой. И вот такие вот большая книга лабиринтов о задании. Лабиринты у меня Сонечка тоже очень любит. Ну, короче, разные-разные-разные тут занимашки. Многоразовые наклейки, веселимся с Бубой. Здесь такие странички и наклейки, которые отклеиваются и приклеиваются. Глориа Джин. Много из одежды, обуви и, в общем, всего-всего. У меня ушло снова, в общем-то, то, из чего Соня выросла. Три штуки. Я уже, ну, это вот 4-6 лет. Все это сейчас пойдет в стирку. Вот такие вот здесь три штуки. И они все разные. Это прикольно. В общем, сейчас я все это дело постираю, конечно же, все и положу. Все это у меня получилось на 3189 рублей. Здесь тоже три штуки уже такие с бабочками. Обычные такие голубые. И вот такие. А, мне очень понравились шортики. Здесь две штуки. Смотрите, это прям трусики-шортики. Девчачьи такие милые сердечки. Ну, короче, тоже. И прям размер уже все нормально. То есть, обычно у нас как-то, знаете, ну да, одежда покупается там из сезона в сезон, да. Там обувь покупается из сезона в сезон. А вот про такие мелочи ты как бы просто забываешь. И я решила так. Если заказывать, то заказывать сразу очень много. Это Микки Маусы. Она очень любит Микки Маусов. И здесь тоже вот это вот мини. Типа, как знаете, тоже такие они полушортиками. Полу... Такими тоже здесь три штучки. Такие розовенькие. Вот такие вот. Видите, как много? Видите, как много трусов? А, ну и еще такие же. Они, по-моему, там вообще были по акции, поэтому я две штуки заказала. Носочки. Белые, они в любом случае сейчас пригодятся и на Новый год, под платье. Здесь три штуки. Такие вот с помпоном. Очень милые, очень милые, смотрите, черные котики. Она сейчас в коротких носочках, да? То есть под какие-то кроссовки удобно короткие носочки. Когда у тебя уже что-то подлиннее, сейчас пойдут ботиночки, потому что уже холодает, конечно же, нужны будут именно высокие носочки. А у нас, опять же, из всех почти выросло. Вот эти я заказываю, как? Я покупала в офлайн-магазине, и второй раз я их заказала. Очень красивые носки, видите, на такой американский манер немножечко. Здесь такие буквы. Их пять штук. И еще одни такие... Мне, на самом деле, черные котики понравились. Ну, а как бы вот это вот. Я, вообще-то, стараюсь не покупать светлые носки. То есть прям совсем светлые. То есть для меня вот это, как бы, это вот прям светлое. То есть ей вот на несколько раз она сходит в садик, и, в общем-то, все. Эти носки выбрасываются, потому что, ну, носить носки, которые уже просто даже не отстирываются, это, ну, как бы, это неэстетично. Другое дело, такие вот, например, носочки, да, то есть они тоже девчачьи. Они тоже милые, они тоже красивые, с пумпоном. Но при этом, при всем, на них, как бы, не видно грязи. Видите, мне настолько понравились эти носки, что здесь их три штуки. Ну, в смысле, три раз, вот такие же два, вот такие же три. Тоже, скорее всего, они были по акции, поэтому так много сразу набрала. Ну, потому что это, я говорю, это такие вещи, которые просто постоянно, они просто летят у нас, летят. Немножечко разбавим мы фуфрешем. Снова такая довольно большая коробка, здесь уже было прям много. Первое, у меня закончились практически все бальзамы для губ. С пчелином воском, такой натуральный бальзам для губ. То есть фуфреш, это такой натуральный магазин. Если вдруг кто не знает, я здесь на всякий случай свой код для скидки оставлю. Если вы хотите скидку получить, можете при заказе вводить. Если не хотите, то можете не вводить, я вас никого ни в коем случае не заставляю. Очень приятно пахнет лимонкой. Так, ну, здесь опять вот такие вот подарочки дали. Итак, начнем. То, без чего я не представляю в своей жизни, это гречишный чай. Боже, как это пахнет. Я просто, я обожаю, как он пахнет. Я обожаю его вкус, я обожаю его запах. Я обожаю, как он действует на организм. Он, естественно, без кофеина. Я взяла специально в пакетиках. Он есть россыпью. Он у меня остался россыпью немножечко еще. Вот, в пакетиках у меня закончился. Мне удобнее в пакетиках, естественно. Но один пакетик несколько раз заваривается. Короче, гречишный чай это самый вкусный чай на свете. Вообще, чувствую, как будто ты пьешь печенье. Потому что, знаете, вот этот вот вкус, вот этот аромат печенья, это просто вот, ну, непередаваемо. Поэтому, если вы никогда не пробовали гречишный чай, я прям настоятельно рекомендую вам это сделать непременно. Решила попробовать новый полезный гречишный чайный напиток, естественно, с манго. Здесь уже, по-моему, в пакетиках не было. Такой просто бешеный аромат манго. И вот, вот серьезно, я не могу представить себя без вот этого напитка. И от них я заказала, ни за что не поверите, что Шейна себе заказала. Себе и своей дочке, и своему мужу. Натуральный, полезный, гречишный шоколад. Я однажды купила его в Глобусе. Девчат, вкуснее шоколадки я не ела. Они малюсенькие. Но это так вкусно. Это просто нереально. Здесь 20 грамм. Можете себе представить? Но это очень классно, когда ты покупаешь качественный, хороший шоколад за большие деньги. Маленький. И ты просто не съешь его много, потому что, во-первых, он дорогой. Во-вторых, плиточка маленькая. Ты же не будешь 10 штук сразу открывать. Когда я купила в Глобусе вот такую шоколадку. Она просто дешевле, потому что там кэшбэки, эти коды. Я его съела просто сама. Я никому не дала попробовать, честно. Вот просто вот так. Теперь попробует точно вся моя семья. Это вот такой молочный шоколад. Гречишный белый шоколад. Тоже. Я пробовала только вот такой. Все. Гречишный шоколад с имбирем и лимоном. Гречишный шоколад с манго. Ручной работой. Это как раз в тему вот этой новинки с чаем. Гречишный шоколад с мачей. Ручной работой, скорее всего, зеленого цвета был. У меня как-то шоколад с мачей. Вот. Я вообще как бы по шоколадкам... А, ну вот молочный шоколад. Их две, чтобы хотя бы моей семье хоть что-нибудь досталось. Ну, раз в мисичишках иногда бывает хочется что-нибудь такого сладенького. Как бы я предпочитаю либо съесть фрукты, либо съесть ягоды, либо съесть что-нибудь такое мало, но действительно вкусное. Мало, но действительно качественное. Детская зубная паста у Сони заканчивается просто, вот знаете, она такая, я сама, но она, она правда сама чистит зубы. Но она как выдавливает пасту? Она взяла и полтюбика как бы нету, но она, мы же не будем ее ругать за то, что она учится нормально выдавливать пасту. Поэтому у нас зубная паста просто шик-шик, один тюбик, второй, третий. У Сони есть такая черта, она не будет пользоваться пастой, если там нет малины или клубники, или... Ой, как она пахнет! Little Siberica, это Natura Siberica, очень я уважаю эту фирму. Оттуда же еще шампунь, я думала, что он будет большой, 98% натуральный шампунь. Я могу сказать, что у них реально линии дешевые и линии дорогие вообще ничем не отличаются. То есть они настолько качественные, настолько классные, и у меня кожа головы никогда на них, опять же, перхотью не реагировала, не отвечала. Поэтому я их очень уважаю, очень люблю. Вот о чем я хотела вам сказать, это спасательный, это супер-мега спасательный крем, крем номер 3, который изначально делался для лица. Он был как зимний крем. Когда я еще была молода, этот крем спасает даже от каких-то дерматитов, от каких-то реальных повреждений кожи. И так как у нас дочка наша время от времени страдает как раз-таки атопическим дерматитом, очень часто я натыкалась на отзывы, которые говорят о том, что крем номер 3 реально спасает от таких вещей. Некоторые даже лечат им псориаз. Я от себя могу сказать, что когда я его пользовала зимой на лицо, это было просто что-то с чем-то. Это один из самых лучших кремов, когда у вас, например, очень сухая кожа. Очень сухая кожа на лице, очень сухая кожа на локтях, на руках, на сгибах локтей. Масло льняное. Обожаю фирму Льняной Король. И у меня масла, от них у меня есть и кунжутное масло. Они у них реально качественные, они реально вкусные. По нормальной цене вы действительно получаете хороший продукт. Мой любимый сироп Цикория. Обожаю его на какие-то ПП-блинчики, на какие-то ПП-оладушки, на какие-то ПП-сырники. Я вам его уже показывала не раз, все время заказываю на Фуфреш. Финиковый сироп от этой же фирмы никогда не пробовала. Но так как там просто какое-то колоссальнейшее количество пятизвездных отзывов, в общем, решила. Я как-то заказывала в Перуотер вот это дезинфицирующее средство для ванных. Здесь вот нарисовано, да, то есть я вот ванну им мыла. Очень часто я его покупала и в один прекрасный момент просто закончился. То есть мне кажется, я скупила их все и его очень долгое время просто не было. Я не могла его купить и, о чудо, Перуотер опять то ли начал его производить, то ли в Фуфреш все-таки завезли его. И вот это вот средство для ванных очень-очень классное. Во-первых, оно приятно пахнет. Да, оно пахнет точно так же, как и раньше пахло. Я не знаю, чем оно пахнет, но пахнет оно просто потрясающе. Прекрасно пенится, классно очищает, то есть реально все блестит. То есть ванна белоснежная, раковина прям вот аж щурится можно, насколько сильно белая все становится. Так, и первый раз заказала такое моющее средство для посуды с эфирным маслом эвкалипта. А, ну вот, конечно, в тему Натура Сибирика и не очень дорогой серии шампуней. Шампунь нейтральный, череда солодка для чувствительной кожи головы. О чем я и говорила. У меня чувствительная кожа головы, поэтому я ее очень люблю, очень берегу. ОЗ, Органик Зон, у которых тоже очень классные шампуни и классные кондиционеры для волос. Эффект ламинирования для секущихся, ослабленных волос просто как бы шампунь. И смотрите, видите, они как бы своим внешним видом напоминают Органик Тай. Но, честно говоря, сильной разницы я в них не увидела, а больше даже говоря, я не совсем поняла эффект от Органик Тай. Если, например, Органик Тай стоит там 1000 рублей шампунь, да, а этот шампунь стоит там что-то порядка 200-300 рублей. Ну, как бы как нормальный шампунь, да, должен стоить. Сильной разницы как бы по ощущениям на голове на волосах от них совершенно нет. Вот, поэтому прямо очень советую Органик Зон. И у меня здесь этот, типа набора, бьюти-боксы такие, в общем, заказала я себе один бьюти-боксик, что у нас здесь было. От Натура Ботаника спрей от Комаров и Мошек Лаванды, это, конечно, уже останется, скорее всего, на следующий год. Вот эти вот боксы, они что-то стоят в районе 1700 или даже дешевле, и при этом при всем тут косметики там порядка на 3-3,5 тысячи рублей. То есть, если вы реально хотите что-то такое органическое попробовать, это вот прямо классный такой вариант. У нас здесь энзимный пилинг, поверхностный такой щадящий пилинг тоже от Сатива. Попробую, Сатива тоже такая известная органическая фирма. Мико детокс маска для лица, мгновенная свобода от токсинах и, естественно, матовой кожи. 15-20 минут, вот такая. Несмываемая сыворотка для кончиков волос. Вот, это с маслом брокколи и авокадо. У Олеси Мустаевой, кстати, есть супер-мега крутой кондиционер с маслом брокколи, который я прям очень всем советую попробовать. И масло брокколи, оно просто потрясающе действует на кончики волос. Конечно, сеченые кончики вам ничего не исправят, ничего вам их не возобновит, ничего вам их не склеит ни в коем случае. Но буквально недавно я постригла волосы сама, буквально на сантиметр. Вот, поэтому на хорошие волосы очень даже неплохо. Зумная паста без стора, постоянно смотрю на это, кокос мята, вот такая вот от фирмы Synergetic. Veleda Clear, это матирующий флюид, бережный уход для жирной и комбинированной кожи. Это вот из разряда, что взять с собой, когда ты куда-нибудь едешь. А у меня садится зарядка на камере. Маска для лица крымская, я ее покупала в Крыму такую. Маска для лица тоже крымское, Сакское озеро, тоже такую покупала. Многоразовые хлопковые диски. Многоразовые. А, прикольно так, посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. То есть это взамен вот этих вот хлопковых, которые... В общем, эти можно еще ищерать. Коко нут латте, это скраб для тела. Приветливый пряник, уже сговариваюсь. Смягчающий гель для душа. Это тоже в тему сегодняшней ванны. Ну что, и осталось мне кое-что с Wildberries вам показать. Во-первых, продавали типа за 5000 рублей. Купила за полторы. Ну не знаю, насколько это, конечно, 5000 стоит. Это полуторный, такой с бубой. Представляете себе. Две, правда, синие, но ничего страшного. Соня просила у меня юбки ей купить. Во-первых, вот такая вот с блестяшками. Она, кстати говоря, может подойти вполне себе и на Новый год. И еще одна юбочка. Там был, конечно, комплект. Не знаю, кофточку куплю или нет. Но вот это вот, это просто нечто супер милое. И здесь вот куча-куча-куча всяких разных зайчиков. Все прям мои сейчас с минутки на минутку придут. Я думаю, что Соня будет просто в восторге. По большой акции, по большой скидке тоже взяла. И у меня Соня очень любит вот такие вот штучки. Знаете, такие боксы, где несколько мармеладок и игрушки. Вот, я взяла сразу 10 штук. Если вам понравилось такое видео, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх. И напишите мне об этом внизу под роликом. Нравятся вам такие спонтанные видео или нет? Вообще, нравится вам распаковка или нет? Всех вас люблю, целую. До следующего видео. Оно будет уже очень-очень скоро. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok